Наверное, у многих из вас, дорогие ребята, есть книги писателя и художника Евгения Ивановича Чарушина. Разглядывайте вы трогательных махнатых зверьков, и эти рисунки надолго остаются в вашей памяти. А истории, рассказанные Чарушиным о зверях лесных и домашних, учат вас любить и познавать природу. Мы почитаем для вас рассказы Чарушина, а вы послушайте их. Волчишка Жил в лесу волчишка с матерью. Ушла мать на охоту. Поймал волчишку человек, сунул в мешок и принёс в город. Посреди комнаты мешок положил. Долго не шевелился мешок. Потом забарахтался в нём волчишка и вылез. В одну сторону посмотрел, испугался. Человек сидит на него, смотрит. В другую сторону посмотрел. Чёрный кот фыркает, пыжится. Самого себя вдвое толще. Еле стоит, а рядом пёс зубы скалит. Совсем забоялся волчишка. Полез обратно в мешок, да не влезть. Лежит пустой мешок на полу, как тряпка. А кот пыжился, пыжился, да как зашипит. Прыгнул на стол, блюдце свалил. Разбилось блюдце. Пёс залаял. Человек закричал громко «Ха-ха-ха!». Забился волчишка под кресло и там стал жить, дрожать. Кресло посреди комнаты стоит. Кот со спинки кресла вниз посматривает. Пёс вокруг кресла бегает. Человек в кресле сидит, дымит. А волчишка еле жив под креслом. Ночью человек уснул. И пёс уснул. И кот защурился. Коты они не спят, а только дремлют. Вылез волчишка, осмотрелся. Походил, походил. Сел, завыл. Пёс залаял. Кот на стол прыгнул. Человек на кровати сел, замахал руками, закричал. Волчишка опять под кресло залез. Стал тихонечко там жить. Утром ушёл человек. Молока налил в плошку. Стали кот с собакой молоко лакать. Волчишка вылез из-под кресла, подполз к двери, а дверь-то открыта. Он из двери на лестницу, с лестницы на улицу, с улицы по мосту, с моста в поле. А за полем лес. Так и убежал волчишка. Глупые обезьянки. Две обезьянки матери кормили своих детёнышей. Одна мартышка была старая, опытная мать. Она крепко держала на руках своего маленького. А другая, молодая мартышка, всё время дремала. Сидит она, сидит, руки у неё разжимаются, опускаются. Вот-вот её ребёнок вывалится из рук и упадёт сверху на пол. Увидал эта старая мартышка и дёрнула её за ухо. Мол, просыпайся, ты что? Молодая мартышка проснулась, подхватила покрепче своего ребёночка и уселась поудобнее. Снова сидят рядышком две матери-обезьяны и кормят своих ребят. Немного погодя, молодая опять стала клевать носом, засыпать. Вот-вот уронит ребёнка. Тогда старая обезьяна ткнула её легонько в бок кулаком. Молодая вздрогнула, выпрямилась и обняла детёныша своими чёрными маленькими ручками. Посмотрите, посмотрите, заговорили люди, которые стояли около клетки. Какие эти обезьянки умные! Как они друг друга учат! Совсем-совсем как настоящие люди! Но тут молодая обезьянка опять заснула. Не выспалась она, что ли? И старая обезьянка изо всех сил дёрнула её за хвост. И поднялась тут драка. Да какая драка! Настоящая обезьяня! Обе мамаши на верхней полке тузят друг друга кулаками, дёргают за хвосты, таскают за волосы. Про своих ребят совсем забыли. Ребята у них давно свалились на пол, ушиблись, плачут. А мамаши гримашничают, зубы скалят друг на друга, как петухи налетают. Вот тебе и умницы! Мальчики Шура и Петя остались одни. Они жили на даче у самого леса в маленьком домике. В этот вечер папа и мама ушли у них к соседям в гости. Когда стемнело, Шура и Петя сами умылись, сами разделись и легли спать в свои постельки. Лежат и молчат. Ни папы, ни мамы нет. В комнате темно, и в темноте по стене кто-то ползает, шуршит. Может быть, таракан, а может быть, кто другой. Шура и говорит со своей кровати. Мне совсем и не страшно. Мне тоже совсем не страшно, отвечает Петя с другой кровати. Мы воров не боимся, говорит Шура. Людоедов тоже не боимся, отвечает Петя. И тигров не боимся, говорит Шура. Они сюда не придут, отвечает Петя. И только Шура хотел сказать, что он крокодилов не боится, как вдруг они слышат. За дверью, в синях, кто-то негромко топает ногами по полу. Топ-топ, шлёп-шлёп, топ-топ. Как бросится Петя к Шуре на кровать? Они закрылись с головой одеялом, прижались друг к другу, лежат тихо-тихо, чтобы их никто не услышал. Не пыхчи, говорит Шура Петя, я не пыхчу. Топ-топ, шлёп-шлёп, топ-шлёп-шлёп. А через одеяло всё равно слышно, как кто-то за дверьми ходит и топает. Но тут пришли папа с мамой. Они открыли двери, вошли в дом, зажгли свет. Петя и Шура им всё рассказали. Тут мама с папой зажгли ещё одну лампу и стали смотреть по всем комнатам во всех углах. Нет никого. И вдруг вдоль стены кто-то как пробежит в угол. Пробежал и свернулся в углу шариком. Смотрят? Да это ёжик! Он верно из леса забрался в дом. Хотели его взять в руки, а он дёргается и колет колючками. Тогда закатали его в шапку и унесли в чулан. Дали молока в блюдце и кусок мяса. А потом все заснули. Этот ёжик так и жил с ребятами на даче всё лето. Он и потом пыхтел и топал ногами по ночам. Но никто уж его не боялся. Яшка Я ходил по зоосаду, устал и сел отдохнуть на лавочку. Передо мной была клетка вольера, в которой жили два больших чёрных ворона. Ворон и врониха. Я сидел, отдыхал. И вдруг один ворон подскочил к самой решётке, посмотрел на меня и сказал человеческим голосом. Дай Яше горошку. Я даже сначала испугался и растерялся. Чего говорю? Чего тебе надо? Горошку. Горошку. Закричал снова ворон. Дай Яше горошку. У меня в кармане никакого гороха не было, а было только целое пирожное, завёрнутое в бумагу, и новенькое блестящее копеечко. Я бросил ему сквозь пруть и решётки копейку. Яша взял денежку своим толстым клювом, ускахал с ней в угол и засунул в какую-то щёлку. Я отдал ему и пирожное. Яша сначала покормил пирожным вороньиху, а потом сам съел свою половину. Какая интересная умная птица. А я-то думал, что только одни попугаи могут выговаривать человеческие слова. И там же, в зоосаду, я узнал, что можно научить говорить и сороку, и ворону, и галку, и даже маленького скворца. А говорить и хочет так. Надо посадить птицу в маленькую клетку и обязательно прикрыть платком, чтобы птица не развлекалась. А потом, не торопясь, ровным голосом повторять одну и ту же фразу. Раз двадцать, а то и тридцать. После урока надо птицу угостить чем-нибудь вкусным и выпустить в большую клетку, где она всегда живёт. Вот и вся премудрость этого ворона Яшу так и учили говорить. И на двадцатый день учения, как только его посадили в маленькую клетку и закрыли платком, он хрипло сказал из-под платка по-человечески, дай Яше горошку, дай Яше горошку. Тут ему горошку и дали. Кушай, Яшенька, на здоровье. Наверное, очень интересно держать у себя дома такую говорящую птицу. Пожалуй, я куплю себе сороку или галку и научу её говорить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok